Всем привет, ребят, сейчас я вам покажу лучший баг на фарм сфер в Титан Квесте. Давайте мы сделаем телепорт, знаете куда мы сделаем телепорт? Мы сделаем телепорт в Олимп. Я вам сейчас расскажу, почему именно там самое лучшее фармить, собственно, эти сферы и вообще. В общем, мы, короче, жмем свои бафчики и бежим чисто к Тифону. Бежим, бежим. Так, блин, не замедляйте мне, мне нужно показать людям баг. Так, ребят, если вы не знали этот баг, пожалуйста, прожмите лайк. А если знали, напишите коммент, типа, я его знал там уже 100 тысяч лет и так далее. Смотрите, сейчас мы добежим, быстренько убьем Тифона. Я вам показываю на норме, потому что, чтобы, собственно, не умереть от Тифона, потому что он сейчас шипы включит на эпосе, начнет там, короче, ерундой заниматься. В общем, бежали мы до Тифона. Давайте быстренько его с одного удара забахаем. Вам желательно поставить возле босса телепорт. Сейчас я вам объясню, почему. Так, шипы проходите. Все, шипы прошли, мы его убиваем. И как только он умирает, ребята, мы делаем ТП. Неважно куда. Нужно сделать ТП в город. Почему именно с Тифоном? Потому что Тифон, анимация смерти, очень долгая. Вам нужно сделать телепорт между анимацией смерти и, собственно, появлением сферы. В этот момент. После того, как вы сделали телепорт, вам нужно отойти от телепорта. Подходите, не знаю, к любому из торговцев. Я не знаю, секунд 10. Я, кстати, не знаю, может к торговцу даже и не надо походить. К торговцу, к погонщик, там зашли ребята. После этого вы можете, собственно, пользоваться багом. В чем суть бага? Смотрите, показываю. Вы видите здесь сферу, а? Вот она у нас есть. Одна. Вы делаете еще один телепорт. Вы можете, кстати, ее сейчас открыть. Можете не открыть, можете копить, там, чтобы открыть сразу много на видосики, там, или просто ради интереса. Делайте опять телепорт. Не обязательно делать в Родос, в любой город. В любой вообще. Кстати, можете проверить, нужен ли торговец вообще или нет здесь. Подходите опять к торговцу. Нажимаете. Там подходите к погонщику. Можете, там, не знаю, условно, проходить вот сюда, походить куда-то. Ну, собственно, секунд, там, 10-15. И опять, как бы, делаем телепорт, валим. И появляются две сферы. Видите, все работает. Давайте еще раз делаем, чтобы открыть три сферы. Заодно посмотрим, что падает на норме, так сказать, с Тифона. Потому что на Эпосе прям сыпется жесть. Еще, кстати, плюс, почему вам нужно оформить Тифона. Потому что с него падают вещи со всех актов. То есть, как механика работает. С босса в первого акта падают вещи, собственно, на первый акт. С босса в второго на второй акт и так далее. А с Тифона падают на все акты. Кроме лимоновых. Так. Все. У нас появилось три сферы, я надеюсь. И сейчас мы их откроем. Пользуйтесь, собственно, ребят, багом. Открываем сверки. Я не думаю, что мне выпадет хоть одна фиолетовая вещь. Потому что... Ну, вот такой лут. Давайте быстро золото соберем. Ставим Эношечку. Ну, это как бы норма. На норме ничего такого интересного. Если вы хотите, чтобы я открыл, допустим, там, 50 или 100 сфер на Эпике или на Легендарке с разных боссов, то пишите. С Тифона это делать самое просто. Потому что у других боссов анимация смерти и анимация появления сферы меньше тайминга, так сказать. Тут секунд пять. Вы можете просто даже чаек пойти попить и успеть сделать телепорт. А если других боссов убивать, вам нужно прям нажать телепорт. Отравить желательно чем-то. И прям стоять, ждать и быстро нажать телепорт. И, собственно, сделать его. Вот такой вот видосик был. Прожмите лайк. Всем, ребят, пока.